Дорогие прихожане Храма Сева, сегодня у нас особый день Божественной Литургии, тем более день престола вашего. Сегодня мы должны с вами понять, что всё, что происходит на земле, Богу всё уже открыто. Две тысячи лет назад Господь нам дал Апокалипсис, книгу жизни, книгу истории человечества до второго пришествия Христа. Но мы видим, что с людьми происходит сегодня. То, что есть сегодня, не назовёшь другими словами, как только безумием. Но никого нельзя ввинять, никого нельзя ругать, никого нельзя осуждать по той простой причине, что многие люди не понимают даже, что они сами творят. Поэтому сегодня мы несем такой крест наследственности нашей, от которого трудно освободиться. Мы должны понять, что набирается в нашу душу и что её наполняет. Это наследственные грехи, как проклятие в нас. Мы рождаемся уже с ними, с этими грехами. Второе, мы набираем грехи сами уже, по своей воле, через глаза, через уши, через язык, через тело наше. Иногда на нас действуют явно силы дьявольские, силы бесов. И очень на нас сильно влияет мир, в котором мы с вами живём. Раньше каждый человек жил в своей деревне, в своей местности, в своём квартале. Всё было значительно проще. Но сегодня мы никуда не можем скрыться, как будто на каждом месте всё живёт человечество, 7 миллиардов человек. Куда бы мы ни пошли, везде интернет, везде телевизор, который нам всё показывает, рассказывает, открывает, что где произошло. Нам это 100 лет не нужно. Поэтому сегодня я хочу вам сказать, никакого смысла смотреть это телевидение. Я уж забыл, когда включал телевизор. И живу спокойно, и ощущение так легко стало. Вот как мне без мяса легко. Потому что так трудно переварить мясо, сколько сил нужно, чтобы его переварить. Так хорошо, легко. Поел свёклы, поел картошки. Замечательно. Поэтому сегодня нужно освободить душу нашу, освободить от лишней информации. Это первое начало всех начал. Когда отец Серафим Саровский ушёл в лес и стал там подвязаться, когда он увидел людей, он прятался от людей, чтобы никто его не видел. Он хотел жить наедине с Богом. Сегодня нам некуда скрыться от этих телефонов, от этих телевизоров. От этих сплетен. Сегодня без конца мы. Смотрите, наши дети, мы с вами в школу ходили. Мы же ходили без телефонов. Сегодня у детей эти телефоны. Зачем они нужны? Мы не думаем о том, как они нас просвечивают. И иногда человеку говорю, зачем вы на сердце держите телефон, карман здесь. Он кладёт, он даже не думает. И говорит, смотрите, что у вас будет. Поэтому сегодня мы говорим о том, что как нам сейчас в этом мире жить с Богом? Как в этом мире нам сохранить вот эту веру нашу? Как сохранить нам заповеди и жить по заповедям Бога? Это же невозможно. А кто работает сегодня, как это сложно. Поэтому я желаю, чтобы мы имели свои огороды. Пока будут у нас огороды, с нами ничего не произойдёт. А вот когда не будет огородов, что тогда будет? Нам будут давать эту отравленную пищу, которую через магазины продают. Пища непригодная вообще для употребления. Она непригодная для употребления. Вся пища, которая продаётся в магазинах, она с консервантами. Даже вода со стабилизатором. Вода и то со стабилизатором. Она стоит годами, эта вода не портится. Поэтому нашему организму, нашим живым клеткам это не нужно. Поэтому первое, с чего нужно начать, первое, с чего нужно начать, нужно вспомнить о своей душе. Вот это самое главное, душа наша. Всё зависит от неё. В каком она качестве, в каком она состоянии. И как я вам сказал уже, ещё сердце наше. Я иногда целыми днями молюсь такой молитвой. «Сердце чисто созиждиво мне, Боже, и дух прав, обнови у трубе моей». И хожу целый день. «Сердце чисто созиждиво мне, Боже, и дух прав, обнови у трубе моей». «Сердце чисто созиждиво мне, Боже, и дух прав, обнови у трубе моей». Целыми днями хожу и читаю одну молитву. Потому что сердце наше, вот от этого сердца нашего зависит все многое. Сердце может полностью разрушить нашу душу. Сердце разрушит наши клетки. В сердце. И Господь говорит, в сердце вашем прелюбодеяние, воровство, грабежи, все в сердце, убийство, все в сердце ваше, зависть в нашем сердце. Мы плохо понимаем, что такое сердце. И сердце может разрушить душу. И Христос говорит, научитесь от меня, я как роток есть и смирен сердцем. И смотрите, что он добавляет, и обрящите покой душам вашим. Душа будет тогда покой, когда сердце будет спокойно. Если бы сейчас с нами рядом восстали наши родные, которые уже ушли из жизни, третье, пятое, двадцатое, сороковое поколение, мы не узнали бы этих людей. Они были совершенно другими, они были кроткими людьми. Кроткий – это значит тихий. Но есть кротость тела, есть кротость сердца нашего. Вот когда сердце кроткое, на этих людей не налюбуешься просто, они такие хорошие люди. Человек может что-то не знать, но когда человек смирный, мирная душа. Когда мирное сердце, смиренный, что такое смирение? Мирная душа и мирное сердце. И кротость, когда короткое, тихое сердце. У меня один, моя тетка, моя тетка, я родился в Москве, и вот у моей матери было пять братьев и сестер, и ни у кого из них не было ни одного ребенка. Только моя мать меня одного родила. И они меня так любили, я купался в их любви, их тети, дяди, дедушки. И вот моя тетка, любимая моя, крестная мать моя, которая, наверное, выше, чем родители мои были для меня, она была замужем. Она жила в центре Москвы, на улице Горького, на площади Пушкина. Муж ее работал в оборонной промышленности. И она, у нее было 28 крестников, она жила такой жизнью. Она день и ночь людей принимала. Она таким обладала даром, что она мологала любого человека, чтобы он обязательно поел у нее, чтобы обязательно выпил рюмку. Да, ну смотрите, что каждый человек, кто к ней приходил, она давала ему чистую тарелочку. Каждую. И вот 45 лет она прожила своим мужем. И вот ее муж, Борис, муж ее, они жили, как я сказал, на пятом этаже, вот, рядом с Плашовским рынком. И вот умирает его брат родной, Владимир, умирает его брат. А он был член партии, этот Борис, работал в оборонной промышленности, на войну ушел в 17 лет. И вот вдруг умирает брат. А он стал так мучиться и страдать. Куда делся брат? Брат умер или все-таки он жив? Моя тетка-то была верующая. Она все время говорила, что мы не умрем, мы живы. А он был коммунист. Он, нет. Вот что с ним стало с братом? И вдруг вот брат умер. Прошло 40 дней. И он так хотел увидеть брата, вот узнать от брата, жив брат или не жив. Что случилось? И вдруг однажды он увидел его, он спит во сне, сон видит, и вдруг видит брата под кроватью, умершего брата под кроватью. Он увидел его под кроватью, он так заволновался. Сейчас спрошу у него. А брат вылезает из-под кровати, он говорит, Володя, Володя, скажи, есть там что-нибудь или нет? Что-нибудь есть или нет? А Володя этот прямо из-под кровати выходит и быстро к двери идет. Он чувствует, что сейчас он уйдет. А он не получит ответа на свой вопрос. Володя, ну есть там что-нибудь или нет? Скажи, Володя. А он все хочет уйти. И вдруг его брат разворачивается к нему и говорит, когда придешь, сам все узнаешь. Сам все узнаешь. А ему-то хочется еще спросить у него. А он все разворачивается и уже все, уходить. Он говорит, скажи, как нам жить-то? Жить-то нам как? Как нам жить, Володя? И вдруг опять этот Владимир, брат, его останавливается, поворачивает к нему голову и говорит, живите тихо. Живите тихо. А как мы живем сегодня? Какая тишина. И если бы пришли наши родные с вами, которые жили вот в десятом поколении, в пятнадцатом. Я недавно, за короткое время, по четыре раза побывал в Сербии. Там люди свою родословную знают до пятнадцатого-двадцатого поколения. Да. И вы знаете, если бы сейчас пришли к нам наши родные, они были тихими. Но чем они были тихи? Они были тихие с сердцем. Они были тихие душой. Одна внучка пришла к своей бабушке. Она мне рассказывала. Я пришла, говорит, к своей бабушке. Я говорю, бабушка, вот смотри, наши соседи, такие сякие наши соседи. Бабушка, говорит, на меня посмотрела и сказала, внученька, нам бы свой воздовести. Что нам дали этих соседей? Нам свой бы воздовести. И, говорит, сразу, мне стало понятно, как нужно жить. Вот это очень важно. Но мы должны с вами еще знать тайну. Когда мы кого-то осуждаем, то мы берем грехи этого человека на себя. И за то, что мы его осуждаем, сами будем нести завтра такие же грехи. Поэтому будьте внимательны. Будьте очень внимательны. И помните всегда великую тайну. Я много размышлял о нашей жизни. И говорю, какой же самый главный день в нашей жизни, Господи? Я много лет об этом думал. Вот какое, что самое главное в нашей жизни? И Господь мне открыл самый главный день в нашей жизни, тот, в котором мы сегодня живем. Вчерашний уже прошел день. А завтрашний еще не наступил. Надо еще нам лечь спать, дожить до пяти утра. Если не доживем до пяти утра. Все смерти ночью до пяти утра. Война ночью началась. Все ночью совершается. Детей ночью начинать должны. Потому что ночь – это особое время перехода из одного периода в другой. Вы знаете, что дети рождаются обычно ночью. Обычно ночью рождаются. Если все нормально. Поэтому сегодня много тайн Господь нам открывает в этой жизни. Если бы мы внимательно жили, если бы сейчас проснулись бы с того света наши родственники, и они сразу сказали, ага, такая осень, сейчас сразу сказали, сентябрь, какое число сегодня? Ага, будет зима такая, а весна будет такая, а лето будет такое. Сразу сказать. Как они разбирались? Они эту природу как книгу читали. Они все знали, какой день, следили за этим, записывали. Записывали, когда что. Но у природы бывают тоже сбои. Когда умер Иоанн Грозный, умер Иоанн Грозный, три года после этого летом мороз побивал все урожаи. Три года подряд. Люди уже ели не знамо что. Понимаете, все, умирали люди. Три года смутное время было. Муть началась. Да еще поляки заняли Москву. Все, уже пришли, уже католичество на принесли. Поэтому нужно внимательно следить ко всему. Нужно с детьми много заниматься с детьми. Нужно много заниматься. Нужно с ними разговаривать много, спрашивать. В чем была одета учительница? Что говорили? Что ты видел по дороге? А как ты думаешь, чем отличается береза от дуба? А чем отличается каша от чей? А чем борщ отличается от чей? Все время надо с детьми разговаривать. А чем это отличается от этого? А это чем отличается от этого? Чтобы дети рассуждали. Я начинаю иногда спрашивать детей о чем-то. Бабушка уже все отвечает. Я говорю, я же не вас спрашиваю, ребенка спрашиваю. Не дают слова выговорить бабушке. Все за них решают. Кроватку застелят, еду, все. Дети должны готовить сами пищу. Дети должны убираться в доме. Дети должны стирать трусики и носочки. Все должны. Трусики и носочки должны только сами дети. Ручками стирать. И готовить пищу должны. Ничего за них не надо делать. Посуду мыть. Всю грязную работу, какую есть. И научить их работать на земле. Чтобы они прикасались к земле. Чтобы они прикасались к цветочку. Прикасались ко всему, что здесь есть. И когда ребенок увидит, что он семечко посадил. А из этого семечка выросла огромная тыква. Вот тогда он поймет, что такое жизнь. Все время с детьми об этом разговаривать. Спасибо, Господь. Я благодарю вас, чтобы вы все оставили сегодня. Оставили дома свои. Оставили свои дела. Многие оставили из вас родителей, может быть, даже своих. Я вас очень благодарю за это. Я очень благодарю отца Владимира. Он как-то здесь прилепился к этому месту. Столько лет уже здесь находятся. Я вам открою тайну. У меня очень близкие отношения с вашими администра-руководителями. У нас очень хорошие отношения. Мы часто встречаемся. Поэтому я думаю, Александр Витальевич, Юрий Алексеевич – замечательные люди. Они много говорят о вас, рассказывают, как вы живете. У вас не очень район хороший в деньгах, в промышленности. Но эти люди стараются сделать что-то доброе. Спасибо вас, Господь. Я умоляю и прошу вас. Начните свою жизнь с того, чтобы никого не осуждать. Никого. Это так трудно бывает. Иногда нас так обижают. Иногда так глубоко обижают, что трудно простить какую-то обиду. Надо всех простить. Мы сегодня все в России не можем двигаться дальше. Видите, у нас все стоит. Я вам открою сейчас тайну, о которой я никогда не говорил ничего. Россия остановилась и не движется дальше. Почему, как вы думаете? Потому что все поели друг друга. Мы не можем дальше передвинуться. Мы все время осуждаем. Прости, Господи. Они не ведают, что творят. Если нам начать вот это говорить, мы совсем по-другому будем. Тогда мы дальше начнем двигаться. А мы не остановились, осуждаем друг друга. Не можем прощать никого. Вечно недовольны, раздражаемся. Поэтому я умоляю и прошу вас, начните вот с этого. Ну и отца Владимира, как я говорю, просто благодарю. И хотел бы, чтобы у вас в вашем храме была удивительная икона Федоровская, Божьей Матери, царская икона. Она пошла из нашего монастыря. Она была там до 1152 года, до того времени, когда Юрий Долгорукий пришел в городец со своим посольством. Она уже была, как чудотворная икона. А потом, когда ордынцы возвращались из Москвы, они городец дотла сожгли. И сожгли храм, который Юрий Долгорукий построил, и в котором была чудотворная икона. И все думали, что икона сгорела. Оказывается, Господь чудесным образом перенес икону Божьей Матери в Кострому. А в Костроме был такой князь Василий Квашня. Он пошел на охоту и в лесу увидел эту икону на дереве. Хотел снять эту икону, но она ему не далась. И тогда пригласили епископа местного, собор пригласили, священников, совершили молебен. И легко Божьей Матери отдалась. Но жители заметили, за три дня до этого события по городу ходил какой-то воин. Воин ходил. И этот воин носил икону Божьей Матери. А кто это за воин? Воин этот Федор Стратилат. В честь которого был кафедральный собор в городе Костроме. Федорский кафедральный собор. В честь Федора Стратилат. И действительно, через три дня появилась эта икона. Василий Квашня принес ее. И поставили в храме ее Федора Стратилата. И когда случилась кончина Иоанна Грозного, когда было смутное время, тогда народ потребовал другой ветвь. Дом Романовых, чтобы зашел на престол. А что там может войти? 16-летний был. Вот. Федор Михайлович. 16 лет ему был. А его мать Иннокене. Марфа. Иннокене. Она сказала. Да я никогда не позволю, чтобы мой сын стал царем. А в одно предательство. Казну разграбили. Все предали. Все. Я никогда не позволю своему сыну, чтобы он стал у вас правитель. И когда принесли Федоровскую икону Божьей Матери, и сказали ей, что нас не слушаешь, послушай Божью Матери, она сказала, я не буду противиться воле Божьей Матери. И с этого времени ее сын взошел на престол. Началась эпоха Дома Романовых. Вот. Вот такая история.